Привет, меня зовут Александр Алёнин, я сейчас делаю обращение к дизлайву, блогеру такому, к Володе Подхёртову, блогеру, и перейду к сути, к разным блогерам, кто захочет, откликнитесь. Перехожу к сути, смотрите, я приложу ссылку на видео, где на меня нападает ОЖП, пьяная, и сразу избивает меня. Я рисую, я художник, я художник, бывший скрипач, я простой русский человек, я спокойно рисую на стене частного кафе, который привел русскому человеку, хорошему, доброму парню с деревни. Он разрешил мне рисовать мелками на стене, ну, шаурму я рисовал там, он в кафе открыл, и это произошло вот недавно. Как на меня, без предупреждения, я даже не заметил, ты там увидишь на видео, побегает и бьет сразу с размяху кулаком по лицу, у меня очки вылетают, у меня очки вот, слава богу, что они целы остались. Короче, очки вылетают, я падаю на перила, и ты дальше там увидишься. Да, я совершил грех, что я матерился на нее, но я был в состоянии аффекта, потому что она первый раз меня избила, я сначала обратил внимание, ничего ей не сказал плохого. А потом она второй раз на меня побежала и начала на меня орать. Тогда у меня сорвало крышу, я был в состоянии аффекта, я обычно никогда так не матерюсь, ну, ни на кого. И она меня била, и почему я к себе обращаюсь, почему? Знаешь почему? Первое, потому что парни, которые сидели там рядом все, смеялись над моей верой, они смеялись, они буквально смеялись. Я молился Богу, чтобы, ну, так, конечно, негромко, пожалуйста, сделай так, чтобы рисунок получился шедевром, чтобы красивый, ну, дай мне сил, чтобы рисунок красивый получился. Ну, просто просил Бога, чтобы помог мне с рисунком. Я не думаю, что это какое-то богохуйство, ну, да, возможно, это богохуйство. И когда я молился, обратил внимание, она тут же, и тут же она нападает. Вот интересно. Дальше я отступаю, она орет на меня, ей объясняет, что я работник, я здесь работаю, что я законно все делаю. Она, я ее начинаю посылать, и она, короче, пьяная, с милированными волосами. Еще второй факт, почему я хочу, чтобы ты рассказал об этом. Женская солидарность и мужская несолидарность. Мужчины, здесь я просто написал, я Александр Аленин, макер, это не татуировка, пейнтер. Просто, чтобы образ был, запоминаю, что этот вкус скоро сотрется, я тоже фигня не беру. Короче, неважно, беру прямо сейчас. Короче, смотри. Она, когда я ее смог с себя, она разрушила мой штатив, и мне нанесла травмы, и буквально глаз чуть не выбило, смотри, каблуком. Вот. Здесь, здесь были глубокие царапины, здесь, здесь до сих пор осталось. Это глаз единственное, которое у меня видит. Я художник, и у меня сухая макологистрофия обоих глаз. У меня плохо глаза видят, я все равно рисую. Я мечтаю сделать свой серый город красивым, чтобы он был красивым. Можешь, я никаких донатов там не выставлю, нет. Это не ради донатов абсолютно. И, смотри, первый факт, они смеялись над моей верой. Он прямо сказал, он прямо, ты-то там услышишь на видео, как он смеять, как говорит один парень, там, когда меня забивает, это каблуками по глазам. Он говорит, он просил помощи, дай мне, бог сил, ха-ха-ха. И все сидели они, просто сидели, смотрели, смеялись. Никто даже воды потом мне не подал. А девчонки, третий факт, солидарность девчонок. Продавщицы там, которые были, которые сами офигели от того, что произошло. Никто ее не знал, ни я, ни они. Никто ее вообще не знал, которая, вот этот ОЖП, которая напала. Да я сбросил ее и повалил на пол, за волосы держал. И она смеялась, типа, я ей говорил там пару ласковых, она смеялась. И эти девушки сказали, ой, не держи ее, ей же больно, понимаешь? А мне не больно, когда меня она мутузила, они не говорили, не держи его, не бей его, ему же больно. Никто не вступился. Хорошо, я отпустил ее, потому что я послушал их, я не хотел ее делать больно. Так она тут же встала, меня сбросила и стала пинать каблуками по глазам, могла выбить в ней единственный глаз, который видит. Здесь макулодистрофия. Предпочитаю в интернете, что это такое в гугле, легко, официально это. Здесь единственный глаз, который меня кое-как видит. Парни смеялись. Менты потом ничего не сделают, не найдут ее. Видео есть, все есть, скамера наблюдения есть. Меня еще выставят виноватым, потому что я матерился на нее. Причем я даже не помню, что я матерился, потому что я был в состоянии аффекта. А если бы я не матерился, то меня бы назвали вообще тряпкой. Что за ничтожество даже не послал там ее? А если я матерюсь, то значит я агрессор, я виноват, провоцирую получается. Вот кто прав? Объясни, Володя Подхертов, дизлайв, объясните. Пожалуйста, кто? Объясните. Обращаюсь к вам, пожалуйста, расскажите об этом. В своих видео, об этой ситуации. Сделайте обзор этого видео. Я художник. Это не лучшая картина. Далеко не лучшая. Это просто ручкой. Это, в общем, вы можете посмотреть мои картины, если хотите, по ссылке там. Их все равно никто не покупает. Не думайте, что я какую-то рекламу делаю. Вот. Картины. Просто покажу вам так, быстренько. Как бы это символичные разные картины. И еще я... Вот, например, очень старый натюрморт. Короче, и она хотела мне выбить глаз. И возможно, что дальше она будет своих парней на меня натравливать ради секса, чтобы они меня отомстили. Потому что я видео выложил. Вот моя гепка, смотри. Звезда всему всех пяти континентов. И глаз, который плачет, видя, что творится на всех пяти континентах. Новый мировой порядок. Грусть. Пожалуйста, сделай обзор на мое это видео. Я никакой не пиарщики, ничего не пиарюсь. Я... У меня нет денег вообще. Я... На этом видео, короче, нету никакого... Никаких донатов там, все. Ссылок на меня не будет. Никто не будет даже донатить. Я не ради славы, не ради чего. Просто хочу показать конкретно, что происходит. Потому что такое общество, у такого народа нету будущего. У них нету, у нас нету будущего. Нужно, чтобы вы рассказали об этом. Хотя вы и так это говорите. Ладно. Давайте. Надеюсь на вас.